Все мы люди, а потому милость Творца, что в течение 24 часов есть сон, который нас восстанавливает, придает сил, энергии, перезагружает наш мозг и вообще весь организм. Сон способствует, активизирует обмен веществ в нашем организме. Это крайне важно, жизненно важно. Мы видим сны, сновидения, хороши они или плохи, бывают ужасающие, страшные. С точки зрения Ислама, вы должны, если для вас мусульманские ценности важны и вы практик, а не какой-то там теоретик, если вы практик, то вы должны очень хорошо знать хадис. Подробно прочитайте под видео в материале про сны, там будет переход на умма.ру, подробный сон. Есть даже книжка, у меня здесь с собой ее нет, книжка «Потусторонние миры». В крупных интернет-магазинах можете найти «Потусторонние миры». Там подробно и про джиннов, и про ангелов, и про сны. Но я вам дам краткую, важную, на основе сунны, высказываем про Року Мухаммада, очень важную рекомендацию. В хадисе сказано о том, что, когда человек видит сон, то после пробуждения, вспоминая о нашем сне, пусть даже веще сон, радостный сон, ужасающий, неважно. Так вот сон, он зависает между небом и землею. И какую вы форму ему придадите через трактовку, в таком виде сон и опустится на землю. То есть включится механизм материализации. Поэтому очень важно, во-первых, быстро уметь словами, пусть даже мысленно, после этого ужасающего сна, вам сложно прийти в себя и как-то это все хорошо, ярко, красиво, воодушевляюще. Так, чтобы это вселяло в вас надежду. Протрактовать, может быть, будет и сложно. Прямо-таки на всех уровнях ваших мыслей и внутренних ощущений. Но, по крайней мере, словами вы должны уже начать говорить, что это к успеху, к изобилию, к деньгам, к здоровью, еще что-то, еще что-то. У меня сейчас вот это срастется, вот это сделка пропишется, вот мой ребенок выстроит, вот у меня будет все вот так, вот так, вот так, вот так хорошо. Вы должны суметь придать сну, уже начиная со слов сознательного. Сознание, оно генерирует мысли. Вы должны суметь вот эти все подсознательные страхи начать нейтрализовывать сознательной трактовкой. Тем более, зная о том, что сказано в хадисе, дадите ему трактовку правильную, он так и опустится на землю. Что касается какого-то страшного, уже отстающего сна. В материале почитайте подробнее. То вы просто воздухом проговариваете. Пусть даже как бы это вам не казалось что-то, чего-то. А с точки зрения мозга это все-таки, это в хадисе сказано одно, с точки зрения мозга это очень важный момент. Важный нюанс. Долго объясняют. Сказали, поменяли свое положение, легли на другой бок или как-то что-то, развернулись и дальше спите, ощущая лишь проявление Божественной милости и щедрости к вам, как во сне, так и на его. Вальхамду лиллахи Ромбе ла аминь. Вальхамду лиллахи Ромбе ла аминь. У effectiveness. Продолжение следует...